Почему вам нравится заниматься закупками? У некоторых, говорят, это объясняется необычайной страстью ходить по магазину. Мне же это нравится, потому что работа в закупках очень часто похожа на работу детектива. Когда из вороха деталей пазла нужно сложить ясную картину происходящего и сделать вывод – дворецкий или садовник? Ну, это в зависимости от предмета закупки. Расскажу вам одну историю. Это будет история о том, как важно прислушиваться к слабым сигналам, как важно собирать и проверять информацию, как важно часто и настойчиво задавать вопрос «почему?» и «где искать настоящую экономию?» Итак, однажды в одной далекой-далекой галактике один заказчик решил внедрить отраслевое IT-решение. Для этого он заключил договор с создателем IT-решения, по которому, среди прочего, заказчик должен был приобрести ряд видов программного обеспечения, в том числе программное обеспечение, о котором пойдет речь в нашей истории. IT-отдел заказчика подготовил ТЗ для тендера, отдел закупок разместил тендер. Как обычно, все было очень срочно, поэтому успела поучаствовать только одна компания. Единственный поставщик – дистрибьютор программного обеспечения, который был готов к тому же предоставить отличную скидку, целых 5% и срочно выполнить заказ примерно на полмиллиона долларов. Хорошая сделка, не правда ли? Только один момент. А почему все-таки единственный поставщик? Давайте, может быть, продлим тендер еще на несколько дней и постараемся обеспечить конкуренцию. Нет, это невозможно, говорит IT-заказчика. Нужно срочно покупать, так как финансовый год у производителя программного обеспечения закончится уже через неделю. А цена, которую он дал на тендере, действует исключительно в рамках текущего финансового года. А далее увеличится процентов на 40. Интересные новости, не правда ли? Да-да, он нас предупреждал, когда готовил нам ТЗ. В смысле готовил ТЗ? Ну, ведь нет у нас экспертизы в этом продукте, говорит IT-заказчик. К этому моменту набралось довольно много слабых сигналов, чтобы на эту сделку обратить более пристальное внимание. Во-первых, всего одна поучаствовавшая компания на довольно конкурентном рынке. Следующее – это давление по времени. Существенное изменение условий сделки в случае несогласия. Отсутствие экспертизы у инициатора, а также ТЗ, очевидно, разработанной заинтересованной стороной. Поэтому закупщик заказчика начал собирать информацию, а также обратился к внешним экспертам. Во-первых, к создателю самого IT-решения, другим заказчикам, другим дистрибьюторам IT-решения, то есть конкурентам победителя тендера и сторонним IT-экспертом. При этом со стороны производителя программного обеспечения, со стороны дистрибьютора и со стороны IT-заказчика стали поступать многочисленные звонки с целью ускорить принятие решения в связи с крайней срочностью и окончанием финансового года. В ходе исследования выяснилось, что ТЗ действительно на 100% подготовлено производителем программного обеспечения, что давление по времени, мотивированное концом финансового года, обычная манипуляция производителя. Предоставленная скидка может быть существенно больше, а основное, что ПО, оказывается, выпускается в двух версиях – обычной и продвинутой, стоимость которой отличается в разы. При этом, поскольку ТЗ было подготовлено производителем программного обеспечения, было заложено самое дорогое решение – избыточное для целей заказчика. Дополнительные внешние консультации, на которых настоял закупщик, подтвердили возможность использования обычной версии программного обеспечения. Заказчик подготовил новое ТЗ, повторно провел конкурентный тендер и выбрал нового дистрибьютора по цене в 14 раз ниже, получив 93% экономии. Таким образом, из приведенного кейса очевидно, как важно обращать внимание на слабые сигналы, собирать, проверять и анализировать информацию, много и часто задавать вопрос «почему» и использовать критическое мышление, знать и привлекать отраслевых экспертов и основное – иметь время, возможность и смелость высказывать свое особое мнение и не бояться противопоставить его мнению других. Ведь именно в этом кроется самая большая экономия. Спасибо большое за внимание. Ваши вопросы и предложения можете отправлять мне на адрес. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!